о мелких враждебных формациях о враждебных силах людей постоянно осаждают сонмище мелких кишащих отвратительных созданий каждая из которых пытается внушить человеку что-нибудь недоброе так вот формации мелкие а беды от них большие то есть эти навязчивые мышлишки которые внушают нам астральные паразиты и они пытаются чем они питаются излучением человеческой психики обязательно то есть любая наша реакция на их внедрение в наш активный ум в виде мыслей обязательно вызывают нас реакции эмоциональную он начинает работать любая наша реакция то то что создает для них питательную среду то есть мы приваживаем множество астральных паразитов благодаря своей щепетильности благодаря своей повышенной чувствительности и они нас любят любят очень любят от нас не отстают и чем больше вы с ними пытаетесь бороться чем интенсивнее вытаскивать меры по борьбе с ними применяйте пытаетесь отогнать потом господа просите в конечном счете психиатру бегаете бесполезно только то что может отключить вас ум полностью кой таблетку там где это самый в синапсах передача нервного импульса блокируется тогда вы свободны таблетками химии пожалуйста вы будете как тупой растительный элемент это мысли не будут вас осаждать все будет тупо и нормально ясно не хотите такого нет поэтому лучше все-таки не давать им возможности или вам не давать им возможности питаться вашими излучениями то есть не обращать на них никакого внимания вот по поводу враждебных сил мать продолжает к примеру приступа гнева когда кто-то обуреваем страстью и делает вещи которых никогда не совершил был нормальном состоянии во всем виноваты эти мелкие создания они ждут лишь случае чтобы наброситься на человек и становится просто непонятно как можно дышать в такой атмосфере ведь люди постоянно живут ней то есть в атмосфере присутствия враждебных сил за подобными примерами жестоких немотивированных поступков людей не надо сейчас далеко ходить нам припад предостаточно подносит их сегодня новостное телевидение то есть убивают почем зря отрубают руки там жёнам не знаю головы разбивает вот все чего угодно и не могут объяснить почему не могут то есть какой-то момент враждебная информация люди как марионетки как игрушки внушает им мысль то есть они импульсивно делают ту вещь который никогда в здравом обе мне сделали они не могут объяснить ситуации вон на вот это произошло то есть в одно мгновение он даже не понимает он раскаивает с толку то что то есть настолько мы живем сегодня в атмосфере который тиражируются вот эти деструктивные начала и как только телевидение начала показывать все эти передачи в которых начинается там убийство изнасилование там взрыва и катаклизмы то все это все в атмосфере просто разносится то есть эти вибрации тиражируются множится раньше не писали об этом никогда то есть советское время если что-то происходило все было тифток по слухам где-то поэтому люди не болели вот этой самой болезнью мнительности не ходила . вот по кругу вот эта вибрация которая вызвала немотивированную поступку какого-то там не у бандита просто у нормального человека а потом это разнеслось средствами массовой информации ну в атмосферу значит это в атмосфере гуляет как мысли как энергетические формации который ваш уже нестабильную в отношении это искать всего голову могут тоже все лица и действительно в какой-то момент гнева может состояться непоправимое дома понимаете вот когда я работал в экспертизе два года в судебной экспертизе в москве там были интересные вещи вот по поводу заразительности многих вещей вот и тех которые действительно печальным исходом приводит вот самоубийство москве убийств вообще не было практически ну какая пьяная поножовщина 1 месяц или кто-то из охотничьего ружья там по ревности ну в любовника жены стрельнет и все это восемьдесят девятый девяностый год там по 10-15 трупов с этими ресторанными разборками расстрелами взрывами это было что-то страшное но до этого все было тихо мирно вот если самоубийство вот первое самоубийство если она возникла в москве в городе то считай будет 567 ну где-то 7 обязательно это эпидемия знаете как грипп причем если появился первый повешенный то все остальные будут этим же способом жизнь кончать повешение 567 это я для себя делу выводы да так было потом вдруг появляются ну кто с высоты прыгает 567 уже таким способом откуда кто передает где это передается то есть в атмосфере это распространяется способ самоубийство вообще сама эпидемия самоубийство где тонкий план виде насколько мы находимся даже в той атмосфере когда нет вот средств массовой информации который бы это тиражировали они сейчас эти средства тиражирует все все заразу понимаете насколько сейчас гнетущая атмосфера вот в этом плане насколько она напряжена насколько мы наши дети не защищены от этого понимаете потом удивляемся почему дети запираются где-то там на даче и стреляют по полицейским быть помните был этот случай почему дети кончает массово самоубийством по интернетом наводкам почему атмосфера сама по себе смотрите какая так чтобы я спросил я говорил президенту что у нас делается в направлении чтобы душа не атрофировалась что у нас только тиражируется вся зараза по всем каналам во всех передачах во всех фильмов да все понятно что непонятно знаете что можно ли молиться например о революционном преобразовании нашего правительства скажем так чтобы что-то поменял а вы что нет а вы хотите правительство молитвы обратить или нет я богу богу а я вот знаю что на все воля господа я ему подсказывать ничего не хочу да я ему подсказывать ничего не хочу я суфлировать его не хочу он сам знает что делать вот в этом плане мы то что можем сделать вот мы надо делать то что может сделать правительство надо делать но что что она не делает и ты будешь обращаться господу наверное господь тебя не услышит потому что чем хуже тем скорее вы проснетесь и займетесь делом снизу чтобы эту атмосферу духа творить иначе вы будете надеяться на бога и на правительство а нам надеюсь только на себя чтобы атмосферу благодатную духовной мы создали снизу по-другому не получится понимаете снизу а мы думаем там нам ничего не делать на общаться атмосферу хорошие создаст бог и править не будет этого потому что у господа все правильно рассчитывать вот пока мы не начнем задыхаться в этой атмосфере сами не начнем делать то что мы должны делать ничего хорошего не будет некоторые живут на более низком уровне они игрушки в руках этих враждебных созданий их реакция не просто неожиданно совершенно чудовищный потому что люди эти марионетки так вот действительно многие люди имеющие незрелые души незрелую совершенно точно они марионетки витальных сил то есть незрелая душа это марионетка витальных сил то есть метальные силы могут манипулировать людьми подобного рода так как хотят сами того не подозреваете люди думают что они исполняют свою волю свои желания что и на не этого хотят они это делают на самом деле не так это то что им внушается внушается этими созданиями этими астральными тварями которые буквально буквально как ну паразиты вы знаете что в теле человека есть паразиты есть там микроб много полезных килограмм 5 или 6 те же уже говорит или три или четыре я не знаю микроб а есть и паразиты там кишечные паразиты еще какие-то да но и в нашем так сказать психофизическом пространстве ли в психическом тоже есть паразиты вот эти паразиты деструктивные воли которые действительно паразитируют на эмоциях человека и понуждают их вообще творить всякие непотребства абсолютно . не понимают люди они думают что это они сами сделали что нет захотели что это их воля на самом деле они марионетки враждебных сил увы это так мышцы бой мы же себя с мыслями отождествляем сильной степени моя мыши ты не знаешь откуда она залетела кто ее те прислал вот но ты думаешь что это ты ее произвел понятно у нас открытое пространство от залетает все что угодно мы же не прикрыты божественным но открыто для всей заразы также как и наш организм для всяких эпидемий понятно наверно и вот то поле поле нашей психической деятельности он тоже открытое пространство там вся зараза буквально она она воднена эта сфера и мы думаем что это мы и руками этих людей зачастую совершаются чудовищные вещи то через их посредства реализуется кармический закон воздаяния от какой-то убийц кого-то там убил ну кого-то наказал до поучаствовал в каком-то но в коллективном мероприятии который жертвами окончился это кармический закон работает через внушение тем людям которые этим волям подвергаются совершенно элементарно то есть реализация кармического закона она тоже предполагает участие людей без соображения ясно есть очень тонкие механизмы говорить об этом ну даже смысла не имеет насколько тонко вот прописаны вот те вещи которые ну реализуется форме каких несчастных случаев событий катаклизмов все что было участники или соучастники этих событий это марионетки враждебных сил то есть люди принимают участие в этом совершая какой-то окно условно говоря возмездие по кармическому принципу но они сами несут кармическую ответственность обязательно за то что они сделали с них от не снимается понятно или не очень они вроде как исполняют волю свыше но кармическую ответственность они несут то что он мог бы это не делать мог бы да мог бы не быть палачом конечно мол но он почему-то им стал значит кармические это наказуемо неважно влетел твое сознание это или ты по роду своему но любитель этого дела кармическое воздаяние ответственность обязательно твой кармический узел причем алкогольное наркотическое опьянение способствует погружению сознания человека вот нижний витал где эти кого жадные астральные сущности провоцируют всякие вещи вот алкогольное наркотическое опьянение преступления совершаются элемента там нижний астрал тоже человек туда погружается в эту помогу и марионетками этих сил легко становятся также те индивиду кто по складу своего характера изначально гневлив труслив завистлив и жаден тоже под это попадает очень легко жадность зависть мивливость трусливость будут людей и во время или во времена крупномасштабных перемен а это революции войны политические кризисы всякие до в отдельных странах и регионах нашей планеты эти люди марионетки через последствия коллективного эгрегора массово используется провиди цельными силами для совершения революции переворотов войн именно эти люди не те которые идут на защиту отечества те которые бузу вносит понятно наверно вот они марионетки этих враждебных сил они используются провиди цельными силами для осуществления ну пересева эволюционной нивы да как над пересеять что-то убрать ну то есть как санитары леса понятно на время они используют потом они нужны они выкидываются просто сейчас на украине таких санитаров полно санитарят там три года у нас тоже санитар или будь здоров лет 10 начиная с девяностого года до двухтысячного сейчас вспоминать не хочется чтобы был не все на это знают и по другую проведение всегда такие исполнители есть они всегда их можно очень легко пробудить направить это зомби а потому наша задача все-таки с пониманием относиться ко всему кто происходит на историческом поле и подвергать осуждение бессознательных исполнителей они исполняют все-таки всевышнюю волю как не говори но части деструктивной потому что чем что-то построить надо что-то разрушить ну разрушитель нужны всегда да так же как божественная сила вот так который мы открываемся она призвана в нашем теле допустим нашем организме все что не угодно и старая застойная сломать новое построить на время зафиксировать потом сломать то что уже устаревает потом построить динамический процесс потом зафиксировать также в обществе нужны слова какие-то ну вот эти сломы выполняют эти люди понятно опять таки это божественная сила по воле божественного проведения это происходит но кармическая ответственность этих людей не снимается даже душа воспитывается в любых обстоятельствах должна воспитываться ясно покаяние осознание еще может какой-то мере в камеру вот этот потенциальную ответственность какой-то мере смягчить или снять если потом человек успеть покаяться и каким-то образом осознаем не права мощность или не права тут того что он делал